Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в каком-то чудесном месте, это ангар, в городе Иваново, город Ставрополь, Южно-Сахалинский, это остров Сахалин. Смотрите, смотрите, что происходит. Депутат, между прочим, думая Ставропольского края. Коля, дай краба! Батарис ушел с ума. В этом плохого ничего нет. Захочу купить сейчас вертолет, почему нет? Вертолет, так и вертолет. Вам не страшно? Мне кажется, все пугаются. Нет, не страшно. А чего не звоните-то? Ай-яй-яй. Я кресло это ему освобожу, потому что не хочу никаких проблем. Страстно делать результаты. Как мы с Сергеем преодолевали реки, горы. И таким образом образовался Иваново-Вознесенцы. Зачем тебе надо? Я несколько раз тебе задавал сам этот вопрос. Невозможно быть равнодушным, когда ты видишь ряд процессов, которые происходят неправильно. Это значит правильную корпоративную культуру. Летим? Погнали! Мы таки добрались до города Ставрополь и сейчас находимся в компании моего хорошего друга, компании Блокпост, которая является лидером по розничной продаже спецодежды. Подежды для военной, для рыбалки, для туризма, для медиков и много-много чего еще. Директор компании Сергей Галетов и мы сейчас пойдем в самое сердце компании Блокпост в их центральный офис и посмотрим, как там все устроено. Дорогие друзья, мы находимся в самом сердце компании Блокпост. Я сижу в кресле человека, который укроет этой компанией. Депутат, между прочим, Думы Ставропольского края Сергей Галетов. И, конечно же, я кресло это ему освобожу, потому что сейчас он придет и не хочу никаких проблем. Я сяду здесь. Привет! Привет! Привет, дорогой! Почему вообще решили приехать? Ну, во-первых, потому что мы с тобой дружим. Мы даже более того, 60 километров в течение нескольких дней шли в гараж. И, наверняка, это видео тоже мы поместим в наш блог, как мы с Сергеем преодолевали реки, горы. Но еще мне интересна сама компания. Я думаю, что есть что рассказать нашим зрителям про организацию свою. Давайте пройдемся по офису. Я хочу посмотреть все-таки на ваших людей и как это все устроено. Пойдем. Скажи, я до сих пор пребываю в шоке, потому что на тебя много работы. Сколько ты на сотруднику работаешь? В группе компании полторы тысячи. Полторы тысячи человек. У тебя производство. У тебя фабрики. У тебя огромный офис. Я вижу, что ты все время в движухе. Ты все время встречаешься с какими-то людьми. И тогда берешь на себя дополнительную нагрузку общественную, можно сказать, становишься депутатом. Зачем тебе это надо? Я несколько раз тебе задавал сам этот вопрос. Наверное, это моя неспокойная внутренняя гражданская ответственность. Я бы ее, наверное, так называл. Но невозможно быть равнодушным, когда ты видишь ряд процессов, которые происходят неправильно. А ты знаешь, как их можно изменить. Пойдем в отдел закупок зайдем. Пойдем в отдел закупок зайдем. Пойдем в отдел закупок зайдем. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Поздоровайтесь. Максим Баперев. Слава себе положить трубки. Перестали звонить. Алло. Ее нет и сегодня не будет. Как отжать продавцов, скажи? Вот что нужно, чтобы прям самую максимальную скидку вывить из продавцов? Надо подготавливаться тщательно. Готовься к переговорам и быть нацеленным на результат, тогда все сложно. То есть то же самое, что продажи, только с другой стороны, да? Абсолютно. Я согласен с тобой полностью. Молодец. Сколько времени? Молодец, Мишки. Завтра за премией пойдем. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас везде спецсодержа красивая. Ну смотрите, какие люди к вам пришли? Прям очень красивый у вас персонал. Какие сейчас самые главные тренды, скажите, у нас в розничном бизнесе? Куда все идет? Идет все в сторону автоматизации. Работа с клиентом, с конечным потребителем. Таргетированные сообщения. Ну что это значит? Вот скажите, вот я, допустим, клиент ваш, да, я закопаю на свое предприятие 100 комплектов спецодежды в год. И вот что для меня, когда клиент изменит? Как вы меня будете догонять от рекламы в смс-ках или как? Будем догонять рекламу в смс-ках, будем готовить под вас уникальные предложения. Работа более, скажем так, с ключевым предложением от каждого клиента. А как сегментируется? По каким параметрам? По параметрам, наверное, по анализу корзины. Соответственно, от нее уже отталкиваемся. То есть, чем богаче клиент, тем более точнее ему предложение? Нет, не совсем так, чем под запросы покупателей. То есть, что у него в корзине, не с точки зрения рублей, сколько он потратил. А непосредственно, что он купил, будем готовить уже предложение непосредственно под него. Круто, круто, молодцы. Класс, ребята. Успехов больших. Да. Сейчас ситуация такая, что с клиентами приходится уже работать более основательно, я бы сказал. Продажа просто спецодежды уже сегодня уходит на второй план. За 2017 год, наверное, процентов 30 предприятий, которым мы не просто продавали одежду, а которые мы разрабатывали полностью такой стайлбук. Правильный стиль. Правильный стиль. Не видите? Человек-чурный браслет, и прочее. Это не просто так. Носят. Не снимают. Заслуженно одессу. Вручили. Ой, смотри. Это у нас корпоративная библиотека. Но я считаю так. И всем об этом говорю, что лучшая библиотека – это пустая библиотека. Значит, она активно используется. Значит, она читается и так далее. Поэтому у нас вот есть тут перечень книг. Вот, кстати, давайте найдем, у нас очень пользуется популярностью. 45 татуировок менеджера, 45 татуировок продавана. Менеджер на руках продаван, видимо, вернулся, потому что у нас люди записывают, что они хотят. Мы отправляем в любое подразделение. В журнале фиксируем. Потом книга возвращается. А ты потом скажешь? Мне интересно, да, сотрудников, которые читают больше? Да. Ты смотришь? А они об этом не знают. Ну, мы стараемся об этом не говорить. Все не знают, но, ребят, если вы хотите, чтобы засветилась ваша фамилия. Да, по крайней мере, просто берите. По журналу хотя бы берите. Потом вас вызовут и спрашивают, как тебе книжка и тогда. Все верно. Карандаш. A pencil. Yes. Stool. A table. Yes. Так, давайте я пожелаю, чтобы вы были номер один вообще во все. Да. Вот прям всем сотрудникам, чтобы это было не персонифицировано, а всем. Компании. Я думаю, сейчас она станет еще более популярной. На меня ее запишите. Здрасьте, ребят. Здрасьте. 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 Я прям чувствую отдел продаж. Более того, это сердце, можно сказать, компании. Духом прям продаванским помню. Опять в лесу русским духом запасать. Люди, кто работают и на входящий, и на исходящий замок, они формируют потенциальную клиентскую базу для оптового департамента. А чего не звоните-то, девочки? Сразу до краски тишина. Ай-яй-яй. Хорошего дня. Мне кажется, все пугаются. Ну, еще бы. Чего тебя все боятся, страшатся? Бабуся как бабуся. Да. Ну, я так понимаю, что это корпоративный университет. Да? Здесь формируется. Да. Пожалуйста. Это те, кто очень горячо и сердечно вас любит. Максим Валерьевич. Прямо это вот. Люблю. Люблю жаркие объятия. Ну, здравствуйте. Бай-бай-бай. Да, пять. Супер. Ну, как у вас дела? Над чем сейчас работаете? Над какой программой? Ну, в общем, у нас сейчас большое такое развитие в компании идет. Это развитие персонала, вдохновление на то, чтобы они читали литературу, на то, чтобы они сами хотели развиваться. Ну, допустим, как мы сделали, как мы вовлекли, чтобы прочитали вашу книгу. Первое, мы сказали, что будет у нас обсуждение такой книги. Предложили им всем выбрать главу. Соответственно, кто люди не читал, то им пришлось выбрать по главе. Во-первых, у нас это общение происходило, как, знаете, код успеха. Каждый делился своими успешными результатами. Ну, представь, сидят 50 человек, и кто-то делится, а другой думает, а что, я хуже? Он тоже начинает делиться. И даже люди, которые были в этом не задействованы на данный момент, они тоже стали высказывать, а у меня вот это есть. То есть это некая такая, знаете, конкуренция. Наша российская, что, слабо? Слабо я. Да, да. И вот таким образом мы их втянули. Ну, конечно, большое подспорье, когда сам руководитель читает и делится своими кодами успеха, на чем он вырос, что он брал за основу в своей работе. И после этого, вы не поверите, пошла волна. То есть люди начали читать, захотели развиваться и передавать эту информацию. Молодец, Лона. Ребята, ну, разглядите сердце своих сотрудников, в конце концов, да. Можно начать с хорошей книжки, допустим, вот Александра Фридмана «Как наказывать подчиненных». Пойдемте посмотрим штаты. Пойдем. Пойдемте. Да. Как вы оформили их здорово? Ну, то есть тут идея была в том, чтобы люди прислали. Еще важно, чтобы это было размещено как раз в комната персонала, где каждый принимает там пищу каждый день. Есть время почитать. Основным условием было, которое ставили, это обязательно должно быть написано, кто прислал цитату. Вот всегда понятно находиться между Стивом Джоксом и Генри Фордом. Вы можете увидеть как вышиваются шевроны. Ну, смотрите, давай тебя смотрим, чтобы много не говорить, лучше продемонстрируй. В итоге мы получаем вот такую красоту. Моя полиция меня бережет. Что это такое, Сергей? Максим, ну это швед на машинке. Капитан очевидность. У мамы была швед на машинке, да. Ну, чуть-чуть она уже, наверное, отличается от той, которая была у мамы. Ну, не удалось с мамой? Ни разу. Нет? Давай попробуем. Давай. Ты мне покажешься. Комбат, батяня, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Так живет. Йо комбат, йо комбат. Идеально прошедший шок. Мой костюм на рыбалку будет замечательный, я чувствую. Ну, все. Ну, как впечатление? Блин, круто, круто. Старалась своими руками, а? Да. Ох. Теперь это ты понимаешь, что я не пропаду. Те вещи, которые я сегодня узнал про компанию «Плодпост», начиная от константинга, охраны труда на предприятии, заканчивая создание военных патриотических лагерей, это, конечно, говорит об уровне менеджмента, так скажем, этой организации. Я думаю, что у вас светлое будущее. Пообещай, пожалуйста, что в следующем году первый лагерь откроется. Давай. Дорогие друзья, обещаю, в следующем году мы откроем первый военно-патриотический лагерь «Плодпост», но при одном условии, если Максим Батрев с своей командой приедет на его открытие. Ты мне пообещай, что ты приедешь. Пожалуйста, мне договорились. Все, спасибо, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в Южно-Сахалинске, это остров Сахалин. И это рубрика «Изнанка». Наверняка вы видели неоднократно в моих социальных сетях, что когда я приезжаю в город, местные организаторы меня по-разному встречают, дарят всякие подарки. У меня есть в Южно-Сахалинске прекрасная девушка Лена Чернова, которая организовывает мои мероприятия. Она сделала нам подарок. Как вы думаете, какой подарок может сделать девушка, мужчине, когда тут приезжает в Южно-Сахалинск? Я сейчас хочу вам показать этот подарок, потому что он необыкновенный. Необыкновенный – это первое. А второе, между прочим, Лена Чернова и снимает это видео. А второе, я всегда своему помощнику говорю эту фразу, но она всегда звучала в переносном смысле, а теперь она будет звучать наконец-то в смысле и в прямом, в настоящем. И сейчас я эту фразу тоже повторю, смотря на своего помощника Николова Лазарева и скажу ему «Коля, дай краба!» Держи краба. Вот, держи краба, да. О чем же еще мечта? Какая-то огромнейшая. Я даже не знал, что такие большие бывают. Огромнейший, гигантский просто крафт. Я не знаю, что с ним делать сейчас, но, наверное, мы найдем его применение, друзья. Там на земле весь день с утра, куча работы и шара. Выживись в вечер, в вечер, в вечер, в вечер, в переборску. Здравствуйте, дорогие зрители. Влога Комбат Лайф. Вы уже имеете запрос на профессиональное развитие? Нет? Тогда я иду к вам. В вечер, в вечер, в вечер, в вечер. Ну что, до встречи в вашем городе. Мы едем памятнику одного из самых выдающихся предпринимателей 19 века, Якову Петровичу Горелину, для того, чтобы немножечко постоять там и почувствовать историю от этого величайшего человека, который был одним из самых лучших производственников России, купцом, меценатом, классным предпринимателем. И он очень много общественной пользы принес своему городу и всей Ивановской и Владимирской области в том моменте. Мы находимся в городе Иваново на площади революции. Иваново – это один из очагов, где большевики пришли к власти первыми. Три города были очагами революции. Да, Москва, Санкт-Петербург и город Иваново. Дорогие друзья, мы находимся в таком удивительном месте. Площадь революции в городе Иваново, где смешиваются разные эпохи. Мы видим православную церковь. И сзади меня находится память предавящегося меценату, певцу, одному из лучших промышленников нашей страны, Якову Петровичу Горелину. Это один из немногих людей, который сыграл величайшую роль в становлении Владимирской области. По-моему, один из немногих предпринимателей, благодаря которому дважды переписывалась, перерисовывалась карта Владимирской области. Сейчас расскажу почему. Помимо того, что он очень много занимался благословительной меценатской деятельностью для своего города, он был одним из тех людей, который в свое время подал прошение о том, чтобы на другом береге реки от села Иваново создать фасад в Вознесенске. И очень много сил и личных средств потратил на то, чтобы Вознесенск стал настоящим торговым центром, чтобы там создалась такая, очень известная, Михайловская ярмарка в свое время, которая стала губернским событием. То есть, наверное, губернатор проводил ярмарку на свой счет, построил гостиный двор с еще одним купцом. И, собственно говоря, еще спустя несколько лет он опять же подал прошение, сагитировал рабочую группу для того, чтобы объединить два города, село Иваново и фасад Вознесенске. И таким образом образовался, собственно говоря, город, который называется сейчас Иваново, тогда назывался Иваново-Вознесенск. Знаменит очень многим. Все события яркие, на мой взгляд, которые происходили в городе Иваново, они происходили благодаря именно времени, когда Яков Петрович Горелин был предпринимателем и купцом. Ему фабрика досталась наследство от его отца в 24 года, но он очень любил читать, образовываться. Он был одним из тех людей, которые написали очень много книг по истории этого района. Он был одним из тех людей, который создал здесь гимназии. Полторы тысячи книг, личные, личные книги, он передал в пользование городу, в эту библиотеку. Таким образом, он влиял на социум, он влиял на людей, которые жили в этом городе. В целом, могу сказать, что когда он умер, разрешил городу 226 тысяч рублей. По тем временам колоссальнейшие, огромные деньги. Все они пошли на благоустройство, социальное развитие наших граждан. Я считаю, что всегда на стране, в позапрошлом веке, купцы, предприниматели играли огромное, колоссальное значение. Они влияли своей деятельностью на место, где они живут. Они меняли мир. Они не только обогащали свои семьи, так скажем, и людей, которые в них работали, они только занимались тем, что производили какие-то замечательные, так скажем, продукты, они еще очень много отрывали от себя поскольку сердца и личных бюджетов для того, чтобы делать то место, в котором они живут, лучше. У нас есть одна из бед национальных, называется «После нас хоть поток», когда мы при жизни пытаемся максимально урвать и очень немного, так скажем, сил и своих средств отдаем на то, чтобы улучшать свое окружение. Я думаю, что там нужно возвращаться к тому, чтобы предпринимательская, менеджерская среда, и каждый человек старался улучшить мир вокруг себя. Яков Петрович Горелин является одним из тех ярких личностей, с которых можно брать пример. Я мзду не беру, мне за державу обидно. А мы подъезжаем в Заречье, это ресторан, и самое важное, это вертодром Заречье, и у нас сейчас будет экскурсия для Максима специально на вертодете. Это сюрприз! Ну что ж, друзья, вертолет так вертолет, а почему нет? Смотрите, смотрите, что происходит. Татьяна! Максим, а у вас туда прям вылеты, они же по расписанию, наверное, согласовывают на Заречье, да? Да, конечно. Прям разрешаю над городом даже вылетать? Нет, по окрестностям. Ну видно будет город, да? Да, да, конечно. Как называется ваша компания? Авиакомпания «Алтайавиа» Единственная сертифицированная авиационная комната в Сибири. Если вам нужно будет улететь из Барнаула на Горное Алтае или из Горного Алтая в Новосибирск, из Кемерово-Новокузнецк на вертолетик, пожалуйста, обращайтесь на контакты, мы оставим внизу наши передачи, и вы сможете сюда позвонить, правильно? Конечно. Вот, правильно. А сейчас мы пока пойдем полетаем. А почему бы нет? Пока еще светло. Летим? Все? Да, пойдемте. Да, полетели. Ни разу не летал на Робинсоне, это мой первый опыт. Первый опыт полета на частном вертолете. Вдруг понравится. Захочу купить себе частный вертолет, почему нет? Погнали! Субтитры подогнал «Симон» Вот, сейчас заглушим лопасти, остановится и можно выходить. Нравился полет? Супер. С высоты всегда красиво. Друзья, ну вот мы с вами в каком-то чудесном месте, это ангар. Рядом с Непайлов, директор компании ООО «Полет». Павел, ну, спасибо вам за прогулку на вертолете, это было, конечно, очень круто. На низкой высоте лететь над городом, залетать на аэродром. Я думаю, что не каждому удается уходить вертолет, получить права на перевозку людей, сделать коммерческую компанию, которая занимается коммерческими перевозками, да? Ну да, это не так просто, очень кропотливая юридическая работа, но тем не менее, можно очень мало компаний имеют такой сертификат. Сколько в Сибири таких организаций? Здесь, на Алтае, одна. За Уралом единственная, по-моему, сертифицированная. Да. Вот это да, вот это да. Ну, у вас, наверное, отбоя нет от клиентов, мне кажется, да? Данная локация, она только развивается. В городе Барнаул. Да, в городе Барнаул, а в республике Алтай, да, мы очень пользуемся очень большим спросом и популярностью у туристов, особенно в летней сезоне. В городе Алтай, да. Павел, сколько стоит вертолет, скажите? Вот мне интересно, вот я, допустим, захотел купить вертолет, вот этот, это какой, Робинсон R-66? Миллион двести пятьдесят тысяч долларов. И за все это я прошу 25 баранов. То есть, как минимум, для того, чтобы купить вертолет, нужно миллион двести пятьдесят тысяч долларов. Но для того, чтобы прокатиться на вертолете, друзья, вам не нужно миллион двести пятьдесят тысяч долларов. Если вы хотите уехать на экскурсию в Гурн-Алтай, цены достаточно адекватные. То есть, можно купить просто, да, вертолет себе. И вот если я захотел купить вертолет и спокойно летать. Для этого необходимо будет получить права пилота. Умеешь управлять этой штукой? Еще нет. У нас есть учебные центры, аутсы находятся они. Большинство данных аутсов находятся в Москве. Программа пилотирования вертолета Би-212. Идем. Наша компания на данный момент работает над тем, чтобы получить данный сертификат на подготовку пилотов. Вам не страшно летать самому? Нет, не страшно. Мне тоже было не страшно. Где еще можно встретить девушку с голыми руками зимой в красных красивых сапогах, в прекрасном платье, в прекрасной девушке на шпильках среди сугробов сибирских? Только в Парнауле, в вертолетном ангаре. Да. Следующий вопрос, он касается внутренней корпоративной культуры, я называю внутренняя тяга. Внутренняя тяга, потому что это, что такое? Ну это моя такая, как вот, у меня много странных определений, типа там, добровольное старение, внутренняя тяга, они зато авторские, да? Тяга, это когда сотрудники защищают интересы нашей компании, не находясь в ее стенах. Допустим, дома на кухне сидит, и жена начинает там пилить, там, у тебя плохая работа, раз, и он начинает защищать. Это значит создана правильная внутренняя тяга, правильная, светлая корпоративная культура, к которой тянутся люди. Из отпуска он там пишет смс-очки домой, да? Не домой, точнее, на работу. Как у нас дела с клиентом? Он скучает по-настоящему. Это значит правильная корпоративная культура, в этом плохого ничего нет. Работа наша, это второй дом. Я даже работу не считаю, назову это дело. Дело, мое дело, вот которым я занимаюсь. Некоторые меня спрашивают тоже смс-ков. Максим Валерьевич, зачем вы так работаете? Это же была не ваша компания. Я когда первый раз услышал этот смс, я такой даже, я даже не понял, как это не моя. Я хоть и не был собственником, там, или даже членом правления организации, но я всегда относился, это же мое дело. То есть это не работа, это мое дело, которым я занимаюсь. Все надо любить по-настоящему, быть искренним, и страстно, страстно делать результаты. Потом тебе рано или поздно что-то выносить вверх, если ты тем более созидательные вещи делаешь, никого не подсиживаешь. Так вот, смотрите, как создавать внутреннюю тягу. Давайте я расскажу про два способа. Один нелегальный и очень быстрый. Второй тяжелый, крымистый, и легальный, и честный, и светлый. Нелегальный, это прийти с совещанием своего руководителя, я уже про это говорю, и сказать. Брасы, они такие дебилы там наверху сидят. А нам с вами расхлебывать, вот так вот сделать. Люди прям такие, царь-братюшка плохой, ах, наш князь хороший. И они сразу в рост объединяются. И они очень таким крепким коллективом могут являться. Но, правда, это всегда временно. Потому что это внутренняя оппозиционная сила внутри компании. И, как правило, она разрушительна. Они не хотят подчиняться власти внешней. И заканчивается все плачевно всегда. Если сейчас какая-нибудь республика захочет объявить свою независимость от страны, то, скорее всего, туда ведутся федеральные войска. Мы прекрасно это осознаем. То же самое во власти, в корпоративной. Если кто-то начинает выступать против корпоративной власти, собственника компании, директоров ее, туда вводится сила какая-то, и подразделение распускается. У меня есть хороший пример про это. В первой книге про горячую линию. Когда там собственник замутил у нас реформы, решил, что у нас будет клиент-ориентированная компания. Они были против. Он пришел и 20 юристов уволил за 2 часа. Очень быстро. Я вот один из тех людей, который вместо горячей линии сидел на телефоне, но своих 50 человек было. И отвечал на звонки. Говорил клиент. Ничего, как-то выжили. Я говорю, наоборот, очистились, очистились. То есть это такой быстрый путь. Объявить войну корпоративной власти, действующей, действующей власти. Сказать, что все вокруг разводят. Так люди быстро вокруг тебя объединяются. Ну, далеко не всегда автаркия может долго существовать, так скажем. Особенно, если власть сильная. Все, что касается легального пути, он тяжелый, пернистый, но зато настоящий. То есть, смотрите, я как сначала скажу, как наемный руководитель, а потом как собственник бизнеса, потому что я уже в двух ролях побывал. Значит, первое. Наемный руководитель. Я иду туда же, куда идет компания. Компания идет в свое светлое будущее, по обуличной дороге из желтого кирпича. Мы куда-то идем в волшебное будущее, намечтанное нашими первыми лицами. Я тоже намечтал это будущее. Я полностью разделяю всю корпоративную культуру нашей организации. Я люблю мою компанию. Я не нарушаю никаких стандартов, но я пытаюсь выстроить стандарты внутри своего подразделения выше, чем требует корпоративная система. Выше. То есть, я еще четче отбиваю шаг, еще громче по песне моей компании, больше размахиваю ее флагом, глубже копаю, дальше бросаю. Это, конечно же, метафора, но в целом я предъявляю требования к своим людям выше, чем требует система вокруг меня. Примеры. Допустим, дресс-код, белая рубашка. Вот мы первые переоделись, потом переоделась вся компания, ненавидя наших. Ну, именно с бытовой службы сначала переоделась, потом все это расстроили на всю компанию. Но там была поблажка. В пятницу можно переходить, ну, как они говорили, по-человечески. Всем, кроме моих. Моих нельзя. Вот мы всегда круглосуточно должны быть в белых рубашках, потому что это называется элемент внутренней тяги. У нас выше требования, чем требует система. Есть для этого обоснования. Мы коммерческая структура, мы всегда ходим, мы гусары. Всегда должны быть препараты в аппаратах, на белых мышцах, которые чувствуют себя хорошо и так далее. Потому что мало ли что, а вдруг война, мы сразу раз и готовы. И самое интересное, что сотрудники этим гордились. То есть они говорили, мы продаем большей стране, мы введем компанию вперед, у нас больше всего растут руководителей, которых мы отдаем во внешние ресурсы снежникам своим. Это все правда. Это одна из ключевых вещей для наших людей. Наши люди готовы терпеть высокие внутренние требования в обмен на результаты. Это надо запомнить. В сути в этом это первый критерий создания внутренней тяги. Высокие внутренние требования. Выше, чем требует система вокруг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...